Когда дочь провинциального священника Джейн Остин в 14 лет взялась за перо и посмела написать свое первое произведение «Любовь и дружба», да еще и посмеяться в нем над устоями общества, она пошла на большой риск. Тогда на стыке 18-го и 19-х веков в ее родной Англии, хотя и начинался расцвет научно-технического прогресса, а сама империя считалась самой могущественной и продвинутой в мире, к женщинам-писательницам относились как к чему-то из ряда вон. Дама, которая посмела заняться чем-то кроме семьи и дома, считалась просто непристойной. Писательницу миссис Радклифф. Писательство – ее профессия. Ее что? Она заработала 500 фунтов за книгу «Тайны Удольфские» и, кажется, 800 за следующую. Итальянец. Больше тысячи фунтов. Ну и времена. По этой причине Остин всю свою недолгую жизнь и скрывала, что пишет романы. Негласный титул королевы английской литературы «Слава и почет» пришли к ней уже после смерти. Самым революционным стало ее произведение про большое чувство, гордость и предубеждение. И хотя сама Джейн оказалась несчастлива в личной жизни, но она считала, что если найти в себе силы, отбросить предрассудки и дать волю чувствам, можно обрести то абсолютное счастье, о котором мечтают все. Мисс Элизабет, я ехал в Розингс с единственной целью увидеть вас. Вопреки голосу рассудка, ожидания моих близких, существующего между нами неравенству, я решил отбросить все сомнения и просить вас прекратить мою агонию. Я вас не понимаю. Я вас люблю. А в 1818 году вышел еще один знаковый роман, написанный женской рукой. Там тоже нашлось место сильным эмоциям. Правда, иного рода. Первой читательской реакцией на это был шок. Критики назвали роман ужасным и отвратительным, полагая, что автор должно быть такой же сумасшедший, как и его герой. Однако личность писателя была никому неизвестна. Книгу опубликовали анонимно, но когда имя автора все же раскрыли, это вызвало больше скандал, чем сама ужасная история. Роман написала хрупкая 20-летняя девушка Мэри Годвин Шелли. Дочь известной феминистки и писательницы Мэри Улстонкрафт и либерального философа Ульяма Годвина. А также жена поэта-романтика и философа Перси Биши Шелли. Так что в том, что Мэри, живя в таком окружении, стала писать, не было ничего удивительного. Уникально было другое. Сочинив свою страшилку об ученом Викторе Франкенштейне, Шелли, по сути, предсказала рождение генной инженерии. И основала новый жанр научной фантастики. Чрезмерная физическая сила. Но существо является нежизнеспособным, жалким и мертвым. Эксперимент закончен. Аврора Дюпен с самого начала печаталась под мужским именем Жорж Санд. В противном случае ей бы не простили то, о чем она писала. У автора Жоржа Санда был успех и почет. Высший свет Парижа с нетерпением ждал каждую его новую книгу. Но писательница с мужским именем была очень смелой женщиной. Она, мягко говоря, не соответствовала нормам поведения своего времени. Например, юбкам и кринолинам предпочитала мужские брюки, так как в них было удобнее сидеть на лошади. Открыто крутила романы то с известным адвокатом, то с поэтом, то с композитором. Несколько лет жила в гражданском браке с Фредериком Шопеном. Зачем сидеть в заперти? Выходите. Жизнь кипит вокруг вас. Жорж! Нет! Самые спорные, но, безусловно, яркие факты биографии Авроры нашли отражение в самом известном ее романе, Консуэла, о судьбе молодой певицы. Но чтобы написать такой роман, Дюпен тщательно исследовала историю Чехии, Австрии, Пруссии, читала мемуары современников, а также исповедь Руссо, и все изученное вплела в свой сюжет. Поэтому Консуэла – это огромное полотно, где кроме любви есть еще история, искусство и философия. А в 1920 году в женской литературе произошла еще одна сенсация – она написала убийство. В свет вышел первый детектив Агаты Кристи – загадочное происшествие в Стелзи. Свою первую детективную историю молоденькая медсестра из военного госпиталя Агата Кристи сочинила «Наспорт с сестрой». И именно в этом произведении читатели впервые познакомились с детективом Рекюлем Пуаро. В итоге этот экстравагантный бельгиец проявил такие гениальные способности, что Кристи написала про него 25 детективов. Правда, спустя 7 лет она его убила и придумала другой очаровательный персонаж. Мисс Марпл! Мисс Марпл! Мисс Марпл! Мисс Марпл, к телефону! О, спасибо, Чели! Любопытную наблюдательную старушку мисс Марпл Агата списала собственной бабушке. Всего же Кристи опубликовала более 60 детективов, 6 психологических романов и 19 сборников рассказов. Ее произведения по-прежнему считаются самыми публикуемыми в мире. Тираж – 4 миллиарда экземпляров. Побить этот рекорд не смог ни один мужчина. В нашем 21 веке количество женщин-писателей стремительно увеличивается. Есть даже соавторские пары, которые успешно сочетают мужской экшен и женский романтизм. Но, по большому счету, для умного читателя литература не делится на женскую и мужскую. Есть плохая и хорошая. И при выборе той или иной книги только это, по сути, и имеет значение. Субтитры создавал DimaTorzok